Природный газ стал неотъемлемой частью по-настоящему цивилизованной жизни. Особенно это ощущается в сельской местности, где газ это не только бытовой комфорт, но в первую очередь экономия времени и семейного бюджета. Президентская программа социальной догазификации, которую реализуют структуры компании «Газпром», открыла по-настоящему новую эпоху для жителей пригородов, малых городов и деревень. О том, как подключали к газу дом на улице Лучистой в деревне Алексеевская Калининского округа и во сколько обходилось жителям отопление дома электричеством, расскажет Ирина Синягина. Программа догазификации существенно облегчает жизнь населем. После прихода газа уже не нужно колоть дрова, запасать уголь или беспокоиться за электропроводку. А многим и вообще удается исполнить давнюю мечту о переезде за город, как это произошло у семьи Галаулиных. Конструкция их небольшого свежепостроенного деревянного дома подразумевает отопление тёплыми полами. Подключение газа позволило создать необходимый уют и сократить ежемесячные расходы. На поддержание было дорого, практически 1000, получается 7 где-то. Чтобы здесь было градусов 12-15, влажность убрать, сырость, чтобы сруб потихонечку привыкал. В августе прошлого года Галаулины подали заявку на догазификацию. А к концу декабря все основные работы были завершены. В назначенный день был подписан договор на поставку газа и произведен пуск. Чтобы поздравить Новоселов с замечательным событием, в гости к ним приехали депутат Госдумы Юлия Саранова и генеральный директор «Газпром Межрегион ГАЗ Тверь» и «Газпром Газораспределения Тверь» Андрей Светашов. Эта деревня имеет порядка 200 участков. Уже 24 заявления подано, 20 договоров заключены и пущено 12 домов. Я хочу, чтобы жители как можно быстрее и чаще подавали нам заявление, потому что со своей стороны мы будем качественно и быстро пускать газ. Исполняем президентскую программу. Мы просто счастливы, когда люди более активно участвуют в этой программе. Семьи, которые выбирают жизнь здесь, на селе, в том числе потому, что сюда приходит наконец-то газ и комфортные условия для жизни. Я очень рада, что у нас в Тверской области президентская программа газификации, догазификации активно развивается. Есть часть населенных пунктов, в которые впервые пришел газ. То есть это не только такие небольшие, как сегодняшняя Алексеевская, но и большие населенные пункты, такие, например, как Молоково, Красный Холм. Там жители очень долго ждали газа. Программа догазификации подразумевает бесплатное подведение газа только до границ участка. Тем не менее, важно отметить, что в Верхневолжье предусмотрены меры господдержки для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также для многодетных и малоимущих семей, участников СВО и ряда других категорий льготников. Региональные сертификаты позволяют частично или целиком сократить расходы на строительство газовых сетей внутри участка на приобретение газового и теплового оборудования.